Друзья, всем привет! С вами Лариса Ильина и ставшая уже традиционная рубрика «Полезный понедельник». Я, так сказать, психанула и решила, что почему бы мне не выйти в прямой эфир и не показать тем более что-то полезное. В том числе у нас сегодня такие потрясающие новости. У нас объявлен старт акции, поэтому раз пошло такое дело, будет очень здорово поговорить о наших новинках. Ну и в целом я вам покажу некоторые секретики работы на верхней форме и покажу, как здорово какие-то новинки можно интегрировать в вашу работу. Так, я постараюсь оперативно следить за вашими комментариями, но с другой стороны, кто давно меня знает, знает, что я очень не люблю затягивать все рабочие процессы, поэтому буду очень сконцентрирована на работе и дам сегодня вам просто максимум пользы. Смотрите, акция у нас будет длиться до конца недели. В рамках этой акции вы можете на нашем сайте nanoprof.ru прикупить любые продукты, которые мы сегодня будем использовать как раз-таки в прямом эфире. В понедельник день тяжелый, но надо сказать, что нам сегодня так повезло москвичам. Наконец опять выглянуло солнышко, потому что в какой-то момент была целая проблема, и зарядили дожди, ураган, в общем, кто следит за новостями, тот знает. Итак, вот такой исходник. На самом деле эти руки прям, ну, не самые простые, честно говоря. Проблема номер раз, они очень арочные. Проблема номер два. Большая часть из них это прям такие верхрастущие ноготочки, и поэтому я сегодня покажу, как лучше работать с такими ногтями. Вот особенно хорошо это видно на большом пальце, и как все это можно скомпенсировать, ну, и в том числе, используя разные хитрости, выполнить прям симпатичный дизайн. Все это сегодня будет в прямом эфире. Итак, я сейчас буду наносить подготовительную систему. Я обязательно здесь буду использовать и Dry Bond, и грунтовочное покрытие Primer. Dry Bond у нас подготовит ноготь, подсушит, потому что часто бывает такая проблема, что, ну, клиенты руки помоют, ну, в целом, допустим, сама по себе ногтевая пластина склонна к влажности, поэтому я в данном случае, конечно, буду использовать Dry Bond. И есть еще один такой немаловажный аспект. Например, в наше средство дегидрирующее также есть, входит несколько компонентов, которые сразу увеличивают адгезию. Поэтому периодически, если я переживаю, что у меня ногти будут стоять похоже, я использую такое средство. Dry Bond у нас быстро улетучился, и можно перейти к нанесению праймера. Смотрите, невзирая на то, что здесь вот это называется праймер, это бескислотное грунтовочное средство, наша задача его нанести тончайшим слоем на ногтевую пластину, без нахлеста, поэтому вот наносим его таким заборчиком, и хуже будет, если вы, допустим, по каким-то причинам наслоите, да, два или три слоя, чем если у вас останутся небольшие проплешинки. Видите, как я тщательно стряхиваю, как бы, остатки материала, излишки во флакон, и благодаря этому нанесение средства будет происходить так, как нужно. Лиз, сейчас, знаешь, как мы вот с тобой еще чуть-чуть вот так подвинемся, чтобы все время все было видно. Да, сегодня у меня в качестве модели моя любимая подруга, она меня тут поддерживает. Кто знает меня давно, знает, что любая публичная работа у меня вызывает такой легкий мандраж, поэтому я очень счастлива, что сегодня она будет нас поддерживать. Обязательно напишите комментариям, как у вас настроение, как дела, как вообще проходит весна, и очень интересно будет узнать, из каких вы городов. Я не просто так вас спрашиваю, в это время мне нужно, чтобы у нас хорошо просох как раз-таки грунтовочный слой. Напоминаю, что на воздухе должно пройти не менее 30 секунд, и здесь ногти такие сложные, с нюансами. В данном случае здесь была достаточно серьезная трещина, поэтому мне придется ее армировать. И еще, вот эти ногти, они обязательно нуждаются в армирующем волокне, когда мы работаем даже с очень жесткими продуктами, такие как ультражесткие базы, поэтому я буду использовать вот такие волокна. Мультиформс. Брест Беларусь, нифига себе, вот это да, у нас почти зима, снег идет. Вот это да, коллеги, здорово, да, оставляйте, я буду прочитывать периодически. Вот, смотрите, это не стекловолокно. В отличие от стекловолокна, полимерные нити, мультиформс, хоть у них и идентичный состав, они на самом деле более эластичны. И самое важное, они вообще не создают вот этих занос, которые могут впиваться сквозь перчатки. И поэтому, когда многие мне пишут, что да вот, это одно и то же со стекловолокном, знаете, это не так. И это русский бренд, российский производитель. Спасибо им огромное за то, что нам сделали такой классный продукт. И я обязательно буду на Олесе использовать его, потому что у нее ногти, которые по трем параметрам, как бы говорят, кричат мне, проармируй меня. Если сейчас вкратце даже рассказывать, ну, чтобы вы понимали, у меня на курсе тема армирования, на моем живом курсе у нас отнимает целых 3 часа. Можете себе представить? Ой, целый час. Отнимает целый час. А где я четко рассказываю, какие есть исключения в пользу того, что прям необходимо наносить армирующее волокно. Какие есть исключения в пользу того, что вообще без волокна все будет стоять мега шикарно. Вот. Ну, в данном случае, смотрите, у меня здесь есть сразу несколько параметров. Первое. Эти ногти вверх растущие, поэтому всегда свободный край будет у нас отжимать материал в верхней форме. Поэтому здесь, конечно, нам армирующие волокна очень нужны с этой точки зрения. Второе. Посмотрите мою руку и руку моей модели. То есть даже вот смотрите, если на сами ноготки, у Олеси очень крошечные ногти. Поэтому даже если вам кажется, что вы очень много материала разместите в верхней форме, знайте, это не так. То есть моделирование проходит на очень-очень тонком слое. Поэтому здесь, конечно, это один из случаев, когда я буду выполнять укрепление дополнительное при помощи армирующего волокна. Итак, я нанесла сейчас базу. Я очень люблю именно базу Файбер работать под жесткие системы. У нее есть особенность. Первое. Ну, во-первых, она невероятно гипоаллергенна, поэтому даже если вы сверху работаете не самым, как так сказать, качественным продуктом, она является той самой санитарной подложкой, которая исключит контакт натурального ногтя и не самого полезного продукта. Второе. Невзирая на то, что она бескислотная, у нее какой-то невероятный потрясающий состав, который шикарно стоит и имеет очень высокие адгезивные свойства. Также мне очень нравится у базы Файбер консистенция, которая чуть гуще обычных баз наших за счет того, что в ней содержатся армирующие частички, частички армирующего волокна. Причем, видите, они не торчат колом, просто они укладываются и немножечко как бы мне загущают материал. Поэтому у меня есть возможность спокойненько выложить его, например, на пять ногтей. И смотрите, тоже маленькая хитрость, так как видно, какие крошечные ногти, даже это видно по сравнению с кистью в размере номер 6. Посмотрите, крошечные ногти, даже невзирая на то, что эта база очень удобна, я все равно ускоряю все процессы, используя дополнительную кисть, которая мне как раз таки быстрее и более точно нанесет базу по всему периметру. Это, кстати, к вопросу об ускорении некоторых процессов. Смотрите, да, эта база обладает очень крутой адгезией и стоит на всех ногтях. То есть, поэтому я не рискую, всегда ее использую под жесткие системы, потому что она мне всегда на 100% обеспечивает какую-то невероятную носибельность. Коллеги, сейчас до конца недели на эту базу действует хорошая скидка, обратите внимание, поэтому переходите на сайт, все активные ссылки у нас размещены в наших шапках профиля и ловите свои скидочки, забирайте тот материал, который вам нужен в работу. Вот сейчас, знаете, как самое время подзакупиться, так сказать, подзатариться. Значит, смотрите, чтобы нарезать армирующее волокно, мне всегда удобнее работать следующим образом. Я знаю, они все в курсе этой фишки. Во-первых, в его и стекловолокно, и вот такие полимерные нити очень просто склеиваются, если мы их вот так протираем при помощи обезжиривателя. По поводу нарезки вы можете использовать абсолютно любой инструмент, но в данном случае мне сейчас будет как раз таки удобно использовать щипчики. Сразу скажу, это технические щипчики мои, они у меня служат только для, ну, таких грязных, так сказать, работ, подрезать волокно и так далее. И я укладываю волокно сразу в эластичную базу. Видите, как здорово оно принимает сразу оттенок продукта, на который ты кладешь. И в данном случае как раз цель, то есть волокно должно лечь во все те места, которые мы с вами укрепляем. И, собственно говоря, я сейчас вот это как раз и делаю. Если говорить о скидках, в принципе, у нас на все новинки скидка 7%, и если вы следите за моим аккаунтом в Телеграм, либо где-то еще знаете, что всегда есть дополнительный промокод, он звучит как НАНОМУЗА, благодаря которому вы можете увеличить сумму скидки. Поэтому, коллеги, обязательно воспользуйтесь, то есть 7%, допустим, на новиночке, и сверху плюс 5%, это уже совсем, да, другие цифры, 12%, это очень даже приятная скидка. Здесь я, знаете, что армирую свободный край, потому что он у меня будет так серьезно упираться в верхнюю форму, и в данном случае здесь у меня материал, конечно, ляжет, ну, прям, очень тонкий слой. Это для меня прям принципиальный момент, поэтому я так тщательно сейчас армирую ноготок. Ногти мы будем делать не короткие, в связи с тем, что я сейчас запускаю онлайн-курс, у меня будет высокая занятость, и в связи с некоторыми предстоящими моими поездками, в том числе и по работе, у меня не получится достаточно быстро Олесю взять, а длина большая, да, поэтому я обязательно делаю армирование, и прям слежу, чтобы у меня все серьезно здесь было укреплено. Так, дальше, у меня осталось четыре ноготка, и, конечно, когда речь идет о скорости, и мы об этом, кстати, очень много говорим, на курсе, и на живом, и онлайн, то есть, каждую операцию есть смысл рассматривать сквозь тему скорость, поэтому любая оптимизация процессов, то есть, когда мы работаем оптом, она будет нам очень сильно ускорять, поэтому я сейчас оптом разложу волокна, сейчас у меня тут один малыш выбился, и вот я его подбирала, и после этого оптом буду пропитывать и давать возможность волокну самому пропитаться на ногтевой пластине. Так, здесь вот видно трещина, моя задача ее прям хорошо заделать. Сам по себе ноготь вниз растущий, поэтому, в принципе, когда вот ногти растут вниз, они очень даже сами по себе неплохо держатся без армирующего волокна, но, тем не менее, здесь трещинка, поэтому я обязательно прохожусь, и мне нужно укрепить свободный край на этом ногте, поэтому я аккуратненько сейчас утаптываю волокно в базу. Сейчас, знаете, у меня цель нисколько, да, вот это волокно тщательно пропитать, сколько, дать ему возможность примерно лечь в нужных мне местах, и как бы дать контакт с эластичной базой, то есть, чтобы вот этот влажный слой сейчас у нас сам пропитывал мне армирующее волокно, то есть, я его поэтому туда-сюда вот таким образом возюкаю, и за счет этого, за счет контакта волокна с базой, у меня сейчас, пока я занимаюсь другими ногтарками, полностью волокно само пропитывается, пропитывается эластичной базой, базой файбер, и моя задача будет просто поправить и отправить на полимеризацию. Все, прикоснула здесь, прикоснула здесь, и теперь могу переходить непосредственно к просушке. Вообще, я очень люблю все держать на контроле, поэтому я сейчас буду промежуточную просушку делать фонариком, для того, чтобы быть уверенной, что прям у меня никуда база не потекла, чтобы у меня там, где я оставила волокна, они были именно на этих местах, где мне удобно, так сказать. Поэтому я сейчас сразу же, после того, как укладываю волокно апельсиновой палочкой, я его буду прихватывать фонариком. Удостоверилась, что все пропиталось, и перешла к следующему. Кстати, из плюсов, база Файбер, она так круто и быстро сохнет, что достаточно там 2,5-3 секундочки для того, чтобы она у меня прям уже очень уверенно прихватилась на ногти и никуда не убегала. Есть еще такой немаловажный момент. Очень часто, знаете, для ногтей с такими активными валиками может валик у вас, знаете, как со временем вытолкнуть волокно и убрать его с нужного места. Поэтому я отпущу валики, допустим, вот здесь у Олеси, только в том случае, когда прихвачу волокно. В противном случае есть шанс, что валик у меня просто это волокно куда-то оттянет. Следующий ноготок тоже самое. Видите, пока я делала другие ногти, у меня здесь волокно абсолютно полностью пропиталось само, и у меня появляется возможность его правильно уложить по всем принципам, укрепляя нужные зоны, в том числе и вот здесь зону свободного края, где у нас материал будет пытаться, из-за того, что ногти вверх растущие, он будет пытаться у нас верхней формой выдавиться и получится такая небольшая проплешинка. И вот такие, да, зоны менее укрепленные мы как раз-таки подбираем волокно. Зачем мы используем волокно? Ну, самый главный ответ на этот вопрос это, чтобы не добавляя никакие там, знаете, огромные лишние навалы, объемы, плюшки, сделать на верхней форме отпечатку и дальше практически не опиливая, не добавляя никаких лишних объемов, чтобы получить тонкую конструкцию, которая будет шикарно носиться. То есть идея именно в этом. В принципе, очень много ногтей есть, которые вообще в укреплении не нуждаются. Есть еще разные типы материалов, которые, ну, например, как ультражесткие базы, которые делают очень носибельными конструкцию, сушим. И в таком случае тоже большая часть ногтей может не нуждаться в укреплении. Ну, а Лесе такой очень специфический исходник, с которым, знаете, лучше перебдеть, так сказать, чем недобдеть. Так, я сейчас хочу сделать под кутикулу небольшую прокраску, поэтому я сейчас буду использовать такой интересный замес. Я использую гель-лак, это цвет 2304, очень красивый оттенок, Ирго со сливками называется. Это коллекция Limited Edition, у нее очень приятная пастообразная формула, которая при этом круто самовыравнивается. И мне нужно сделать с ней следующее, для того, чтобы у меня после подкраски под кутикули, после постановки формы, после опила у меня не происходило спиливания вот этого материала, плюс, чтобы сделать сам по себе оттенок немножко понежнее, я использую новый оттенок ультражесткой базы, какой красивый, нежно-голубой, голубой сиятор. Я им как раз таки буду подкрашивать под кутикулей. Смотрите, то есть, даже если я потом при опиле, когда буду убирать бортик, если он у меня образуется, здесь у меня уже будет достаточно толщина материала, чтобы при опиле у меня не пострадала как раз таки декоративная часть. То есть, я вот таким образом смешиваю, сейчас смотрю на концентрацию пигмента, и вы знаете, я понимаю, что можно даже немножечко еще снять концентрацию для того, чтобы цвет было комфортно наносить под кутикулей. То есть, идея как раз таки такая. Что касается маникюра, на этих ногтях я его уже сделала, поэтому я сейчас после того, как поставлю форму, после опила, максимум, что я сделаю, это шлифану немножко кутикулу и саму работу по под кутикуле я как раз таки вынесла сейчас на вот этот этап для того, чтобы потом к нему не возвращаться. Потому что есть, знаете, такой момент, как легкая усталость от процедуры и иногда тебе реально очень лениво делать все под кутикули, а потом в конце процедуры. Так, сейчас палочкой немножечко-немножечко все это дело себе подвинула и перехожу к прокраске. Так, в принципе, что мне надо? Вот чем аккуратнее я все это сделаю без натеков, тем лучше. Из оттенков здесь у меня на мизинчике будет такой легкий градиент с очень симпатичным персиковым оттенком. Кстати, работу делать буду по мотивам одной из своих работ, которую недавно выкладывала в инстаграме, она очень многим понравилась. Ну, такая тема весна с бабочками. Делаю растяжку пониже, потому что мне здесь надо, чтобы голубой оттенок у меня сработал в под кутикуле. И дальше делаю выравнивание. Сразу скажу, вот для вот таких мелких работ очень удобны кисти вот такого плана. Это кисть в размере номер 3 из колонка круглая. То есть, вот такие кисточки, они как раз-таки очень здорово дают работать с небольшими объемами материала. И вы вот так аккуратненько можете его выложить. Сейчас смотрю, чтобы под кутикулей у меня весь вот этот переход был максимально опрятным. И, кстати, скажу, смотрите, если вы, допустим, решаете потом при помощи дизайна, да, какие-то эстетические вопросы, создавая, да, дизайн. В том числе вы обязательно дизайном можете нивелировать какие-то проблемы, связанные с нанесением материала. Поэтому все это дело вы можете как раз-таки сразу отследить. Есть такая хитрость, если вам надо назад кутикуле вернуть оттенок, вы можете палец поставить вот в такое положение. Тогда из этого положения вам, во-первых, очень просто смотреть, как у вас смещаются объемы материала. И очень здорово видно, как материал, смещаясь кутикуле, опять заново возвращает нам плотность цвета в те зоны, в которых нам необходимо. Сейчас я еще, знаете, что, вот смотрите, да, насколько крошечный мизинчик. Вообще, представляете, какая у нас тут димовочка сидит сегодня на прямом эфире. Так, сейчас я возьму, знаете, что кисть волосок еще прям, ну вот этот, знаете, перфекционист прям вот не отпускает. И кое-что прям возле кутикулы пройдусь, подделаю, чтобы прям, ну вообще к вопросу под кутикулей мне не возвращаться. То есть, вы можете использовать круглую кисть в размере номер 3. Она у нас, кстати, идет в каталоге К1КК-3. То есть, это круглая кисть из колонка, у нее очень приятная упругость, которой вы можете наносить, такие, знаете, средние объемы. А уже кистью волосок, она очень комфортная, как раз, чтобы подобраться в какие-то вот эти мелкие места, куда трудно добраться большой кистью, и прям уже сделает все очень симпатично на чистовую. Так, еще одна хитрость. Сразу, знаете что, чтобы у меня вот здесь не было потом цветовых проплешин, я еще вот сюда в районе точек вроста внесу голубой цвет, для того, чтобы у меня при отпечатке верхней формы вот здесь не светились точки вроста. Кстати, это одна из техник, хитрости, которые мы обязательно проходим на моем курсе, по тому, как решать эстетические вопросы, вопросы носибельности именно в процессе выкладки материала. Сейчас я переверну или как вариант тоже можно с этой кисти чуть-чуть еще добавить. Вот здесь объема, это нужно, знаете, для чего? Чтобы у меня при постановке верхней формы здесь материал отжимался и получался легкий градиент. Переворачиваем ненадолго. Напомню, для чего. В таком случае у меня вниз стекает материал из этого положения мне очень хорошо видно, как у меня заполняется горизонт, как материал смещается назад ближе к кутикуле и если нас все устраивает, отправляю на просушку лампу. Из приятных новостей вот этот замес, так как он сделан на ультражесткой базе Strong Color System. Давайте напомню, это у нас был 81-й оттеночек с таким красивым шиммером. Он очень быстро прихватывается, то есть, невзирая на то, что сюда входит вместе с гель-лаком очень активный такой пигмент, сам по себе вот этот замес он очень быстро прихватывается. Конечно, если бы мы работали на двух руках сразу, я бы, естественно, работала конверным методом, но в данном случае тоже имейте в виду из удобств. Вы всегда ультражёсткую базу либо фонариком за 3 секунды можете прихватить, либо секунд 5-6 в лампе, и все у вас сразу готов к выкладке как раз-таки следующий слой, то есть, нет необходимости ждать там, например, те же самые положенные 30 секунд для того, чтобы у вас всё это прихватилось. Кстати, хочу ещё поговорить на одну важную тему, просто вот, знаете, есть такая тема мифы в ногтевой индустрии. Я очень часто вижу, как блогеры дают разные советы на тему того, что и сколько надо сушить, использовать, не использовать, нужен праймер, не нужен праймер. Тоже, вот знаете, есть такие ногтевые группы, например, в Телеграм, московский ногтевой чат и так далее, и там очень часто летят вопросы, там, девчонки, там надо пользоваться праймером, не надо, или сколько секунд сушить, там то-то, сколько минут сушить, там то-то. Коллеги, на что хочу обратить внимание, именно как производитель, потому что я занимаюсь в большей степени производством продуктов, в данном случае вам ни один блогер не скажет там истину в последней инстанции. Вам всегда нужно ориентироваться на то, как считает сам производитель, то есть, если он считает, что его продукт лучше использовать с праймером, с грунтовочными покрытиями, там, допустим, либо с дегидратором, то в данном случае, конечно, лучше прислушиваться к мнению производителя, а не к мнению блогера, потому что все эти продукты, они же неспроста имеют какие-то дополнительные, да, ухищрения, чтобы увеличивать носибельность и так далее. То есть, это сделано неспроста на основании того, как у нас, работает химия материала, как работает химия конкретного продукта. Поэтому вы всегда, если купили что-то новое, если там в чем-то сомневаетесь, пишите производили, вам производитель всегда скажет как бы самый точный рецепт того, что и как нужно использовать. Сейчас тоже на несколько секунд переворачиваю в ноготь в это положение. Единственное, мне немножко не видно, поэтому я сейчас уползу за периметр экрана для того, чтобы здесь у меня убежал в нужную зону материал. Проверяю, если все норм. Можно отправить на просушку в лампу. Если нет, вот так же сейчас воспользуюсь кистью волосок и подкрашу какие-то зоны. То есть, в данном случае сейчас кисть волосок мне немножечко вот здесь поможет кое-что подкрасить, чтобы у меня прямо вообще было все по красоте. распределяю и отправляю на полимеризацию. Вот. Так что никаких мифов, никаких там тетя Маша сказала. То есть, всегда ориентируйтесь на то, что вам как раз-таки говорит производитель. Потому что, честно говоря, даже с точки зрения грунтовочного покрытия, я праймер покупаю где-то раз в полгода. Вот. То есть, грунтовка бескислотная, праймер, у меня хватает ее на полгода. И в данном случае не такие большие затраты, когда речь о 350 рублях. Но я точно знаю, что у меня с точки зрения носибельности все очень здорово носится. Тут поступил вопрос, ну и как потом этот голубой выпилить с ногтев? Да очень просто. Просто берете и пилите. Во-первых, у вас здесь достаточный слой эластичной подложки, до которой вам потом очень просто все опилить. Это первый момент. Второй. Вы используете качественные фрезы и технику. То есть, вы всегда можете качественно фрезой добраться до той зоны, до какой вам необходимо, и дальше уже использовать, например, пилочку, чтобы аккуратно доработать все эти зоны. То есть, это вопрос вашего навыка, и, честно говоря, у меня вообще вот в этом смысле никогда вопрос не стоял. То есть, мне вообще проще что-то даже заново перенарастить, чем, знаете, делать коррекцию. Вообще, надо сказать, что я именно мастер гелевых коррекций. Большую часть моей, так сказать, карьеры ногтевой, это, господи, кошмар какой, 19 лет в мае исполняется, это были коррекции. И поэтому для меня вообще нет проблем. Я снимаю ногти любой сложности за время не более 7 минут. То есть, и с доработкой пилкой. То есть, в данном случае, это, конечно, навык. И, скорее всего, если у вас, ну, есть такой, да, вопрос, у вас есть вот эта неуверенность, и, в принципе, я просто бы предложила вам все-таки поучиться. Потому что снятие ногтей это ваша скорость. И иногда вот я смотрю на курсе, как у меня девчонки мучаются, допустим, подготавливают модель и перед этим снимают материал. То есть, и я прям вижу, что тут неправильно идет работа, здесь неадекватно подобрана фреза. Я поэтому часто и фрезы нормальные с собой на курс беру. Вот завтра у меня будет курс, поэтому сегодня я всю эту охапку с собой буду собирать. и показываю, как правильно сработать, для того, чтобы можно было быстро снять, в принципе, абсолютно любой сложности покрытия. Хоть там горы, хоть не горы, но, естественно, когда вы снимаете вот такие тонкие ногти, которые вы смоделировали до этого на верхних формах, то там вообще и пять, и четыре минуты это вполне себе очень даже реальное время. Вот так, друзья. Так, если у нас есть еще вопросы, обязательно пишите. Коллеги, кто смотрит записи, не стесняйтесь, пишите комментарии, задавайте вопросы. Тем более, знаете, сейчас в связи с тем, что я запускаю онлайн-курс, сейчас уже активно идут продажи, мы разговариваем про форму квадрат. Вот как раз-таки у меня есть возможность в рамках прямого эфира вам ответить на все вопросы. Зачем я создала этот курс? Потому что я постоянно вижу вопросы, а что вы тут за форму взяли, а что вы там за форму взяли. Ну и, конечно, одна из самых востребованных форм у клиентов – это классный, четкий квадрат. И я поняла, что, в принципе, вот эту тему я раскрываю в большом онлайн-курсе, который у нас состоится попозже. И было бы неплохо начать, да, знакомиться со мной как с преподавателем и с темой. Уже сейчас, попробовав меня в качестве спикера на очень небольшом курсе, получилось так, что мне было крайне интересно и за последние голоды я просто взяла и скупила абсолютно все верхние формы, которые есть на планете Земля. Ну, во-первых, я была в поисках той самой идеальной формы, которая, знаете, как решит за меня 99% всех моих задач. Ну и второе, в принципе, тестируя все формы, я пришла к выводу, что, во-первых, идеальных форм не существует, потому что руки у нас, у клиентов, они не универсальны. То есть, каждая рука имеет какие-то свои особенности. И в данном случае я поняла, что надо использовать все возможности верхних форм, учитывая, ну, какие-то особенности и что верхние формы могут сильно влиять, во-первых, на скорость, потому что они могут давать чистую отпечатку, в одних случаях, в других грязную отпечатку. То есть, это даже не вопрос техники, а частично процентов на 40, это вопрос подбора верхних форм. Следующий момент. Неправильно подобранная верхняя форма, это лишний опил либо лишняя работа. Поэтому, конечно же, в данном случае мы, когда подбираем верхнюю форму, зная ее особенности, мы с вами сразу можем заранее как бы просчитать, какие дополнительные действия вам придется делать. То есть, обязательно учтите и этот момент. Поэтому, как бы выбирая из всяких там зол, меньшие, то есть, те, которые мне дадут, допустим, здесь скорость, здесь с точки зрения архитектуры мне позволят сделать очень тонкие ногти без использования, например, армирующего волокна. То есть, следующее, да, здесь мне, допустим, верхние формы дадут чистейшую отпечатку и мне, допустим, не надо будет пилить. А здесь верхние формы, да, у меня, допустим, по отпечатке будет не так выигрышно, но, допустим, они мне решают какие-то эстетические проблемы на специфических руках. Понятно, да, то есть, в данном случае, вот как раз-таки, собрав всю эту базу знаний и сняв на моделях все, отсняв все эти верхние формы, что показать вам в разнице, как все это работает, мне пришла в голову с моими коллегами сделать вот такой онлайн-курс. Потому что тема реально востребованная и лично меня, вот честно скажу, просто прут последние два года эти верхние формы. То есть, знаете, когда ты за годы, как сказать, напилился, и когда у тебя сейчас появляется такая крутая возможность практически без опила работать, больше сосредотачиваясь, да, например, на творчестве, либо ускоряя процессы до того, что ты можешь там плюс одного-два человека дополнительно в день брать, просто потому, что ты меньше пилишь, например, и более четко, правильно используешь там все возможности верхних форм, то это, конечно, мне безумно нравится, и я всей души желаю, чтобы вас так же перло. Потому что, когда от человека горит глаз, то он, конечно, получает колоссальное удовольствие от работы, нет того самого ужасного профугорания, которое очень многих мастеров увело из профессии, к сожалению. По крайней мере, у меня за вот эти 19 лет очень много есть таких примеров, когда в какой-то момент человек просто задолбался, выгорел, и все, и он ушел из профессии. Вот, так что, чуть ли я прям прогрустная, давайте не будем прогрустная, давайте лучше провесну, тем более сейчас у нас такой будет симпатичный, аккуратненький весенний дизайн. О, Олесь, давай суши сейчас, прихватим, и у нас на закуску остался большой палец. Так что, коллеги, пишите вопросы, оставляйте их комментариям, и если что, я обязательно буду просматривать их в процессе отвечать на них. У меня пока легкая кофе-пауза, давай лезть, поехали следующие. Вот, видно, как волокна прихватились, и все, они у меня здесь будут такой железной арматурой лежать, и очень здорово как раз таки мне укреплять эту зону. Так, следующий ноготь большой, то есть я решила идти по такому принципу, у меня сейчас в подкутикуле сразу будет вот этот симпатичный голубой цвет, оттягиваю его к свободному краю, очень удобно использовать вот такие кисти, кисти такого типа. колонок, знаете, он обладает, этот зверек, да, то есть это ворс, колонок обладает очень удачной упругостью, и за счет этого им очень быстро как раз таки выкладывать вот такие вот работы. Сейчас у меня немножко не хватает состава, поэтому я его так счищу апельсиновой палочкой и перенесу в эту зону. Кто только подключился, я смешала голубой оттенок и ультражесткую базу для того, чтобы выполнить работы по подкутикулью и за счет этого как раз таки ускорить некоторые процессы и получить такой эффект градиента. Все оттяжечки аккуратненько раскладываю в сторону кутикулы, чтобы у меня был просто опрятный переход возле кутикулы. И, кстати, вы заметили, что я до сих пор еще не подбирала верхней формы. Подбирать мы их будем вместе с вами, и у этого есть как раз таки очень даже логическое объяснение логичное. Дело в том, что всякий раз, когда вы добавляете какие-то объемы на ноготь, естественно, у вас это может потенциально потом изменить размер верхней формы в полразмера, а иногда даже в целый размер сушимались. Поэтому я всегда сначала делаю все работы, которые связаны с укреплением, там вот сейчас я цветом работаю, подкрашиваю, а уже потом потом я буду делать подбор верхних форм, и за счет этого я как раз таки решу все вопросы связаны с уменьшением как бы объема материала, из-за того, что материал есть, и за счет этого я не допущу ошибок таких, как, например, вот когда раз, а верхняя форма потом не садится. Смотрите, я буду использовать вот такие верхние формы, подобные есть в фирме именька, единственное, я нашла эти формы на Алиэкспресс, они у меня получились, кстати, пришли очень быстро и дешевле раза в два, но в целом сразу скажу, вот одни из ходовых, конечно, формы, больше всего коробочка, у меня это как раз таки в марке именька, я вам сейчас даже чисто по приколу покажу, какой отряд верхних форм всегда лежит под рукой, ну как бы я, я говорю, я когда говорю, что у меня много форм, я не шучу, то есть, вот, и в принципе, изучая каждый вид форм, используя для разных задач, я как раз таки добиваюсь максимально крутого результата, экспериментирую, я не знаю, если я не развлекаю свой мозг, я начинаю, честно говоря, просто сходить с ума, и так, сейчас я буду подбирать верхние формы, смотрите, у меня задача сделать достаточно длинный квадрат, мне надо, чтобы он мне сел с формы с небольшим градиентом, и здесь задача, видите, ноготь вверх растущий, а я беру достаточно очень арочную форму, для того, чтобы немного скомпенсировать этот эффект, и в таком случае, при постановке формы, у меня вот здесь, да, видно, как будет отжиматься материал, поэтому здесь у меня и стоят армирующие волокна, вот, конечно, больше вот таких нюансов, фишечек, особенностей, я как раз разбираю на своем онлайн-курсе, который посвящен подбору верхних форм на формы квадрат, всякие там секретики, ну, скажем, не секретики, дело в том, что, да, это очень большая теория, на которую уходит очень много времени, и в данном случае, мы как раз больше сконцентрируемся на работу с этой моделью, я смотрю, что и как здесь у нее садится, так, это, представьте, настолько крошечный ноготь, что, сейчас я возьму самую маленькую верхнюю форму, померю, и, скорее всего, он будет как раз прям ништяк, это 11 размер, но, есть тут такой один момент, который меня немножко смущает, поэтому, я когда смущаюсь, я беру на размер больше, и проверяю гипотезу, подходит или нет, вообще, знаете, еще чем удобно, конечно, верхние формы, вы всегда, какой-то ходовой набор форм, именно для конкретного клиента, он у вас может лежать в отдельном, ну, зип-пакетике, например, у меня есть, например, индивидуальный набор на каждого клиента, и вот там они могут у вас размещаться, еще такая находка, это палитра, вот скажу сразу, это мой главный инструмент, сейчас при работе с верхними формами, видно, здесь можно вот так удобно разложить сразу все верхние формы, они у нас не теряются, никуда от нас не убегают, поэтому вот такое хитрое наблюдение, приобретение, я им постоянно, сейчас пользуюсь, так, семерку смотрю, в принципе, кстати, садится даже неплохо, и, скорее всего, я ее возьму, всегда, если сомневаюсь, я просто, грубо говоря, беру форму на размер больше, проверяю, как она садится, ну, кстати, на размер больше формочка тоже шикарно садится, указательный, часто по размеру очень похож на безымянный, но здесь я бы даже сказала, что можно поиграться с размером поменьше, он неплохо садится, есть, кстати, формы, у которых эластичные стенки, есть формы, у которых неэластичные стенки, и зачем нужны, как мы используем все эти, да, особенности верхних форм, я вот как раз, кстати, очень подробно рассказываю на курсе, дальше пятерка на средний, прям попробую, как он у нас садится, средний пачок, он все-таки покрупнее, поэтому проверяю, да, чтобы у меня здесь все было закрыто, о, шикарно, ну, я думаю, даже вот раз-два на второе деление я точно буду моделировать, поэтому я сейчас, в общем, вот так подобрала верхний форм. Так, что касается оттенков, у меня сейчас будет, во-первых, микс, то есть часть ногтей у меня будет таком с молочным градиентом, ну, а где-то я сделаю, прям замиксую между собой оттенки, и смотрите, что я решила использовать, это ультражесткая база, 74 оттенок, коллеги, давайте сразу вот разберемся, давайте вот лично для вас, когда вот многие спрашивают, что это за продукты, чтобы вам проще было понять, про что они, считайте, что это ультражесткие гели, все, то есть для вас от слова базы, здесь с точки зрения технологии, носибельности и так далее, будет только слово базы, считайте, что все-таки это гели, потому что ими можно и моделировать, они при этом обладают просто шикарной пластичностью, иногда это прям очень нужный фактор, ну и в данном случае я сейчас еще вот этим красиво сделаю небольшую растушевку, хочу, чтобы на указательном она была, поэтому сразу буду использовать верхнюю форму, и выложу на свободный край вот этот персиковый тон, то есть у меня, знаете, такой будет микс, там градиент, там переход, здесь двойной градиент, ну вот в общем в таком ключе я сейчас полностью решу вот эту задачу, чтобы у меня ногти смотрелись мега прям, прикольно и красиво, то есть буду использовать все возможности верхних форм, ну в том числе очень люблю, когда, знаете, как материал работает сам за меня, подкрасила, и дальше сделаю растяжку, чтобы у меня вот этот цвет втекал в молочку, потому что здесь моделирование буду делать молочным оттенком, на свободный край у меня как раз он подкрасится, вот в такой симпатичный рыжий цвет, верхняя форма, вот чем она удобна, она имеет ровные стенки, поэтому если нам надо что-то отградиентить, то проще сделать какие-то растяжки прям верхней формы, и вот допустим ультражёсткие базы, это достаточно подвижные продукты, но вот здесь за счет того, что здесь находится шиммер, вот такую растяжку сделать очень-очень просто, потому что материал чуть более густой, и проще растягивается, все прихватила, этого достаточно, и пока кладу верхнюю форму, так у меня здесь где-то вопрос убежал, давайте его прочитаю, а где можно такую палитрочку взять, на которой формы лежат, слушайте, вы можете чуть-чуть пролистать вниз мои шот или рилс, и там как раз-таки я делюсь артикулом на Валберис, то есть это обычная палитра, видите, слово палитра, вы найдете их, есть целая куча, я выбрала именно черную, видите, потому что на ней очень хорошо видно все, что там лежит, так, есть еще одна хитрость, которую я сейчас буду использовать, я сейчас буду сразу молочкой, это, знаете, такой красивый, плотный 20-й оттенок, я подкрашу то, что мне нужно, чтобы было безупречным, то есть, чтобы у меня форма в этой зоне, например, не прожала материал, поэтому я сейчас использую вот такую хитрость, кладу вот сюда небольшую плюшечку, то есть, это одна из хитростей, которая очень здорово в этом случае будет работать, здесь безымянный палец тоже, это прям, знаете, такой верхрастущий супертрамплин, поэтому здесь моя задача тоже проконтролировать, чтобы при постановке формы у меня форма не клюнула и не отжала вот это место, я сюда сразу сделаю выкраску таким тоном молочного, какой я хочу получить в конечном итоге при постановке формы, указательно у нас клюет, поэтому у меня нет необходимости как раз таки делать, здесь такую хитрость, и поэтому я вот здесь плюшечку ставлю на среднем ноготке, смотрю, вот чтобы у меня молочка легла вот прям вот так, чтобы все красивенько и четко было, и отправляю на полную полимеризацию, так, смотрите, на большом пальце у меня как раз таки будет сейчас также молочный тон, но ноготь очень крупный, да, сравнительно, поэтому для того, чтобы потом не гонять по верхней форме материал, я сейчас частично выполню практически на готовность вот этот свободный край на большом пальчике, ну, мне так просто технически будет гораздо удобнее работать, распределяю материал, слежу, чтобы у меня на стеночках не было натеков, ну, и все, вот эта форма у меня, в принципе, готова к постановке, вот таким образом, так, все, мы можем приступить, у меня, кстати, Олеся, новый фонарик, смотри, купила фонарик, в принципе, понравился, но из минусов, у него очень большой диаметр, а я все-таки люблю как бы точечно, прям, знаете, как контролировать, из удобств тоже USB, вот сейчас его тестирую, в принципе, неплохо, мне, знаете, он понравился в технике, вот как или no border color, или ready to go, он очень классно, большую площадь сразу достаточно мощно сушит, когда нам надо прихватить прям цвет, например, гель-лак в верхней форме, да, когда мы сразу наносим, он, кстати, очень здорово справляется, какой-то, кстати, недорогой, ну, мне было очень любопытно, я все время что-то тестирую, покупаю для общего, так сказать, развития, чтобы понять, надо оно там, нам не надо, вот, поэтому тестирую, ну, неплохо, сразу скажу, неплохо, но по сравнению с вот этим фонариком, у него минус, что слишком большая вот эта вот, толщина здесь, и он не сушит лишнего, потому что есть разные хитрости, связанные с особоими просушками в данном случае, и здесь, конечно, он так не работает, как мне надо, этот фонарик, он слишком дофига чего сушит. Все, сейчас буду делать выкладку, использую 20-й оттенок ультразжёсткой базы, в принципе, сразу скажу, ходовые камуфляжи вот этих потрясающих продуктов, у нас идут и в объёме 30 миллилитров, то есть в то же самое двоечка молочка, самый, кстати, продаваемый оттенок в нашей системе, все нежные камуфляжи, все яторы и так далее, вот то, что у нас идёт в больших объёмах, это, конечно, как раз-таки у нас идёт в объёме 30 миллилитров, и внимание, сейчас на всю эту продукцию действует скидка, поэтому, коллеги, не теряйтесь, попробуйте, даже если давно хотели, прямо сейчас самое время. Так, Олесь у меня расслабляет палец, прямо категорически, да, потому что сейчас моя задача всю постановку сделать правильно. Захожу с правильным углом и начинаю распределять, так сказать, натягивать материал на ноготь, слежу за тем, чтобы у меня были закрыты точки в роста, и если всё норм, говорю клиенту, сушим, нажимай и оставь, он по-другому сохнет, во, вот так. Всё, кручу влево-право, моя задача сейчас, знаете, как? Во-первых, чтобы со всех сторон всё прихватилось, проверяю, стоп. Ну и ещё удобство вот этих продуктов, всё-таки ультражёсткие базы от Nanoprof, они очень здорово сохнут, то есть, почему сразу вот прям вся технология с ними выстроилась при работе с верхними формами, то есть ты буквально там 4-5 секундочек сушишь, а это очень плотно пигментированный оттенок молочный, 20-й, и видите, как здорово он уже у меня полностью прихватился. Из таких дел, которые у меня здесь остались, я распределяю оттенок по свободному краю, видите, зачем, да, нужна мне сразу наготовно сделанная подложка под свободный край, чтобы в неё просто аккуратно что-то оттушевать. Ну и так как мы же не любим, да, лишнего пилить, сразу подбираем всё, что могло уйти в натёк, и, кстати, для этого очень удобно как раз-таки использовать апельсиновую палочку, поэтому мы смеёмся на курсе, девчонкам, я говорю, апельсиновая палочка – это главный как раз-таки инструмент для работы с верхними формами, потому что есть действительно очень много чего можно делать, и это невероятно удобно. Ну посмотрите, какова, да, в лампу сушим, Олесь. Дальше, здесь на среднем пальце у меня тоже будет градиент с молочным оттенком. Набираю, напомню, да, что мы решили делать сейчас на вот эту вторую единицу. Смотрите, когда речь идёт о такой большой длине, вот представьте, да, ещё такой момент, о котором ты немножечко не предполагаешь, когда начинаешь работать с верхними формами. Когда речь идёт о такой длине, дальше, если мы будем сейчас на всю эту длину наносить материал, переворачивать ногтик и переходить к постановке, вы можете ещё, знаете, с какой проблемой столкнуться. У вас просто материал будет стекать на палец. Поэтому гораздо проще вот таким образом продукт сейчас зафиксировать на ногти. Вот знаете, что, не отследила, вот эту штуку нанесла, она мне может помешать в постановке. Поэтому я сейчас подберу. То есть ненужные объёмы в ненужном месте. Вот, и смотрите, то есть теперь у меня здесь материал зафиксирован, и при постановке он у меня на палец течь не будет. То есть тоже вот такая хитрость. Сегодня будет много полезности, поэтому, коллеги, обязательно досмотрите прямой эфир до конца. Я очень надеюсь, что Инстаграм не налажает и сохранит мне этот прямой эфир, потому что очень хочется дать сегодня много пользы. Вот, то есть решила, знаете, как совместить приятное и полезное. У меня есть вот эта моя традиционная рубрика «Полезный понедельник», где я рассказываю какие-то новости компании. Ну, сейчас у нас скидки, старт моего онлайн-курса, и я решила совместить, так сказать, приятное с полезным. Девчонки, средний палец у Олеси – это капец. Это чисто философский ноготь. Поэтому я сейчас буду очень хорошо пристреливаться, чтобы ни в коем случае его не скосить. Ну, и выполняю постановку с правильным углом для того, чтобы не было натёка. Сушим, Олесь. И мне помогает. А, ты его клацнула, он, короче, включился, Олесь. Клацнула, он выключается. Всё, проверила. Тут на месте, на месте. Стоп. Всё, переворачиваем. Видите, как круто. Раз, а у меня уже вся изнанка готова. Красота. И по объёму материала, видели, да, как чётко уже… Знаете, появляется такая насмотренность, ты прям очень точно уже подбираешь объём материала и за счёт этого поменьше как раз-таки возни. То есть тебе не надо лишний материал вытаскивать. Здесь, видели, прям тютелька в тютельку. Всё распределила. Большие объёмы нам здесь, в общем-то, и не нужны. Ну, и вот, смотрите, как здорово получился как раз-таки у нас Градиент. Вопрос. В вашем онлайн-курсе будет техника ноуборда? Да, эта техника будет, но она у меня… Смотрите, в чём суть? Это не прямо эта техника. У меня есть свои наработки и своя техника уже. То есть я не знаю, как делается, допустим, в этом смысле. Там фишка в том, что я нашла способ и подход к тому, как сделать прям цвет под кутикулу. В том числе нашла разные фишки, потому что как можно вообще даже без стопа потом всё это делать. То есть всё про скорость. И вот как раз сейчас нарабатываю какой-то пул техник, который можно прям показать. И в моём большом курсе, конечно, всё это будет. То есть я сейчас нарабатываю вот эту тему. Кайфую. Вы не представляете, коллеги, это так прикольно, когда бац, и у тебя каждый раз получается. То есть это сейчас моя душина. Я не знаю, у меня какой-то мозг. Если я что-то не придумываю, если я чем-то не горю, то у меня прям начинается тухляк, и в конечном итоге настоящая депрессия. То есть, да, у меня есть, к сожалению, такая особенность. И периодически мне приходится даже принимать препараты, потому что мой мозг, он всегда требует какой-то движухи. Ну, такая особенность строения. То есть, ну, бывает и так. Вот. Поэтому, да, я сейчас как раз снимаю основные блоки курса. Мы решили, так сказать, для того, чтобы в целом отработать сейчас систему, выпустить небольшой онлайн-курс, который связан с подбором верхних форм на форму квадрат. Там я прям очень подробно рассказываю. Все эти блоки частично, ну, в другой озвучке, либо неполные эти блоки, они входят сюда. А вообще эти блоки, они входят в большой онлайн-курс по верхним формам, вот, который у нас стартует в июне. Вот. Ну, и, конечно, в том числе я хочу добавить вот эту технику, потому что, блин, я кое-что поняла. Это шикарно работает, это невероятно круто выглядит. Слушай, Малесь, упрощает работу. И, конечно, я думаю, что это нужно вводить в большой курс. Стоп. Угу. Так, проверяем. Тут все на месте, тут все на месте. Ну, красота, да? Переворачиваем. Так, и работаем с изнанкой. Тоже видно, как точно подобрала. Все четко встало. Мне остается только, видно, вот тут я чуть-чуть добавлю материала, чтобы мне удобно было опиливать изнанку, который вот здесь по волокнам у нас вот так сейчас. Распределяем материал. О, шик-блеск. И отправляю в лампу. Короче, у меня такая идея. Я хочу, чтобы у меня на мизинчике был коралловый оттенок, поэтому я сейчас добавлю на свободный край коралловый тон. Точно так же, ну, вот когда речь, да, идет о такой длине, я сейчас сразу подотушую материал, чтобы у меня на свободном крае практически на готовность была выполнена вот эта подложка, потому что это, ну, прям очень здорово упрощает многие моменты. Фиксирую фонариком. Видите, как СКС, ССС. Видите, как круто. Раз, и он уже высох. И дальше я просто добавляю постановочную каплю. Не кладу ее далеко. Аначе у вас все на палец будет стекаться. Распределяю. То есть цель тут, знаете, как? Я ее распределяю с учетом того, что сейчас при постановке капля будет у нас просто оттекать к свободному краю. Давай, Олеся. И еще, девчонки, любите себя. Знаете, в каком ключе? Прям вижу некоторые мастер-классы, где кто-то берет и убирает свободный край ногти. Блин, это капец как неудобно. Вот реально наличие свободного края – это большое преимущество, потому что у вас не происходит натек. И за счет этого вы можете очень серьезно ускорять целые процессы суши. Тем более, что есть такая особенность. Монолит из натурального ногтя и материала. Стоп. То есть он прекрасно дополнительно держит свободный край. Сейчас лезть. Чуть-чуть просуши, еще ниже. Угу. Стоп. То есть вот эта пара, да, материал плюс как раз-таки ноготь создает более такую монолитную носибельную конструкцию. И за счет этого сам по себе ноготь лучше носится. Поэтому всегда свободный край натурального ногтя. Он нам все-таки больше друг, чем враг. И мы просто используем разные дополнительные ухищрения. Как вот сегодня я показала, что можно подкрасить какую-то зону, да, которую вы не хотите, чтобы она, например, светилась. Ну, либо другие какие-то моменты. То есть, ну, и в данном случае все-таки натуральный ноготь сейчас вот здесь нам больше помощник. Поэтому я его оставила. Оттушевываю. Там дальше у нас что-то, конечно, будет выпилено лишнее. Распределила. И отправляю на полимеризацию. Сушим, Олесь. Так. И на безымян, на указательном пальчике у нас здесь уже выполнен небольшой градиент. Кто только присоединился, я и решила вытянутся. Прямой эфир в рамках рубрики «Полезный понедельник». Я наращиваю на верхних формах. В том числе использую наши потрясающие новинки. Это вот такие красивые ультражёсткие базы, которые можно считать супержесткими гелями для наращивания. Вот. Эти новиночки у нас сейчас идут с хорошей скидкой. 7%. И скидку вы всегда можете увеличить на 5%, просто применяя промокод «Наномуза». Поэтому не забывайте, что у вас есть такая возможность. Воспользуйтесь. Угу. Давай, Олесь. Так. И на указательный пальчик мы сейчас тоже выполним отпечатку. Сейчас я посмотрю, чтобы у нас всё было ровно. Но каждый раз вот эти руки – это прям прикол. Во-первых, они невероятно гибкие. То есть это прям отдельная история. То есть их можно выгнуть в какие-то суперразные положения. Вот. Но Олеся сейчас смеётся, потому что, да, каждый раз она удивляется, как я могу её ногти выгнуть, чтобы там, например, что-то там показать, арочку или там ещё что-то. Ну, в общем, мы хихикаем с ней регулярно. Ага. Олеся сушим. Вот. Поэтому тут очень важно, то есть, не схватить палец и, так сказать, как бы не вывернуть его. Ага, просто убираем. В удобное для себя положение в противном случае вы получите либо кривой ноготь, либо ещё что-то, какую-то проблему. И смотрите, одна из самых страшных страхов, так сказать, проблема, ну, я бы не сказала, что проблема. Видите, особенность. Если у нас клюющий ноготь, у нас всегда вот здесь создаётся достаточно солидный зазор. И если не просчитать объём материала при постановке формы, то есть, ну, при выкладке, вы можете получить вот такой зазор. Так вот, сразу скажу, если бы это произошло, например, с полигелем, либо гелем желе, то всё, вы бы получили дырку, которую надо будет потом, ну, допустим, за счёт верхнего слоя, да, как-то исправлять. Здесь же, когда у нас такой вот эластичный продукт в работе, вам на самом деле нужно просто приподнять палец клиента наверх и аккуратно с одной стороны добавить небольшой объём материала. И вы просто наблюдаете в это время, как продукт сам заполняет вам вот эту полость. И в данном случае как раз-таки жидкие подвижные продукты в этом смысле гораздо удобнее. Ну и, кстати, многие боятся работать с жидкими продуктами, думая, что это сложнее на верхних формах, он там везде затекает. А вот на самом деле нифига! Подвижные продукты, они вот лично на мой вкус гораздо более комфортны в работе на верхних формах. То есть вы можете ускорить целую кучу процессов, сушим, вот, именно за счёт того, что ты быстро что-то намазал, быстро, допустим, что-то долил, залил, а, допустим, тот самый полигель надо сразу очень точно выкладывать в верхнюю форму, правильно его направлять, в противном случае при постановке у него есть такая особенность, если вы наваляли не в то место, вот вы ставите форму, она такая раз, и у вас материал просто лезет со всех сторон. Вот это, конечно, не очень удобно. Поэтому, пощупав разные типы материалов, я поняла, что всё-таки жидкий продукт – это моё. И вот когда была найдена вот такая... И вот когда была найдена вот такая жидкая формула как раз-таки продукта, с которой ты можешь быстро работать на верхних формах, быстро выполнить, например, укрепления, то, конечно, прям вот я схватилась за эту формулу, мы ещё потом дорабатывали, и для меня она как раз-таки прям вау. Так, Олесь, давай. И можно снимать верхнюю форму. Ну, кстати, как круто. Ну, вы посмотрите, как же это всё круто. Сейчас другого ракурса вам покажу. Ну, представьте, как здорово. Опа-опа, у вас выросли ногти. Мы будем использовать, видно, используем сейчас вот такую гамму. И когда я снимаю верхнюю форму, если у меня, допустим, на левой и на правой руке похожи размеры, я просто вот таким образом назад всё это дело. Собираю вот на эту палитру и буду просто сейчас использовать потом эти же верхние формы для того, чтобы смоделировать вторую руку. Ну, и посмотрите, да, как кайфово там. Особо натёков нет. В том числе за счёт того, что у нас уже подкрашено под кутикулью. Внутри тоже там особо натёков нет. Но, девчонки, да, вот кто моделирует уже много лет, как я. То есть там от десяти и выше. Ну, согласитесь, для нас это прям просто какая-то сейчас невероятная находка, что, блин, можно сделать вот так ногти и потом не пилить. Я не знаю, как вы, я скажу честно, я за эти годы я так напилилась, что сейчас для меня любая возможность не пилить. Это прям, ну, просто невероятно офигенный выход. Так, теперь вот лирики, так сказать, к делу. Про опил. Первое, что нельзя забывать, и я об этом каждый раз на курсе говорю учеников, не забывайте снять дисперсию, потому что вы вот начнёте потом, да, например, пилка работать или фрезой, и ясное дело, она же сразу же у вас будет забиваться, и за счёт этого вы будете терять скорость. Забитая фреза, она только греет, но не пилит. С пилкой, кстати, происходит всё то же самое, блин, да. Смотрите, какой кайфовый переход, вообще просто чудо. Какие формы вы использовали? Покажите коробочку. Девчонки, я формы брала на Алиэкспресс, эти формы очень похожи на, такие же, как салонный квадрат от именька, ну, просто они дешевле в два раза. И вот такие ссылочки на всякие читерские ходы у меня как раз таки все есть в онлайн-курсе, где что подешевле взять. Ну, в целом, именьку посмотрите, можно использовать. У этих форм, кстати, есть целая куча минусов, и об этих минусах я рассказываю на онлайн-курсе. То есть у них, например, очень плоская подкутикулья. И при работе с этими формами надо, ну, прям очень соображать, что вы делаете. И там достаточно, недостаточно материала. То есть, ну, вот такие формы с нюансами. И, кстати, у каждой верхней формы есть вот такой пул, да, позитива и пул негатива. Вот это всё именно сквозь форму квадрат, подбор форм. На форму квадрат я очень подробно рассказываю на своём онлайн-курсе небольшом, который, кстати, длится всего неделю. То есть предлагаю на майские праздники немножко поучиться и что-то новое узнать. Поехали про опил. В принципе, вы видите, у меня здесь нет таких глобальных натёков. Глобально. Какие, типа, именька? Смотрите, их там много. Салон и квадрат. Салон с квея. Вот именька это вот такие же формы. Ну, с минусом просто, что они дороже, они что чем-то рублей стоят. Ещё вопрос. Какие будут универсальные? А вот нет универсальных форм. Потому что нет универсальных рук. У каждых верхних форм есть свои плюсы и есть свои минусы. И зная, да, что эти формы вам дадут, допустим, есть много форм, которые при отпечатке вам всегда будут давать натёк. А есть много форм, которые при отпечатке не дают натёков. И я вот сейчас смотрю, да, как пиарят свои курсы некоторые преподаватели и говорят, вот залог чистой отпечатки, там техника. А я смотрю, она использует определённые формы. Фишка, потому что есть целая куча верхних форм, которые при отпечатке, даже при самой плохой технике, ну, чтобы ими получить натёки, это прям, знаете, ещё надо очень постараться. Вот. И вот эти все фишечки и нюансы я как раз-таки рассказываю на своём курсе. Ну, вы видели, какова? Раз, и всё, я опилила. Девочки, ну, блин, я не понимаю, почему вы не учитесь на верхней форме? Это же, это же просто бомба. То есть это просто бомба. Ты практически не пилишь. Максимум пилочкой там облизываешь какие-то места, как бы подтверждаешь вот эту линию боковой параллели, следишь, чтобы на стеночках не оставалось никаких лохматушек, и всё. Вообще только вдумайтесь. А полдела – это правильно подобрать форму под задачу и под исходник. И, кстати, про пилки. Девчонки у нас тоже сейчас на них скидки. Сразу скажу, это вообще не реклама. Вот эта пилка – это Феррари в мире ногтевой индустрии. То есть если вы прям профессионально пилите, вы будете просто в восторге. У нас на курсе ученики аж визжат. Long Square 100-180 Mercury. У неё настолько крутое покрытие. Мы пытались найти… Это Корея. Сразу скажу, производство Кореи. Я тестировала просто море китайских подешевле пилочек, чтобы нам везти и сделать чуть побюджетнее, так сказать, цену. Нифига! Ни один Китай, к сожалению, так как Корея не даёт вот это безупречное качество. Поэтому, коллеги, вот если вы прям любите работать крутым инструментом, попробуйте вот эти пилки Mercury от NanoProv. Это прям божественно. То есть я не могу вообще слезть с этих пилок, сколько я не пробовала. Вроде хочется иногда и подешевше и так далее, да. Там есть запросы у учеников, может, что подешевле. Нет, пользуйтесь ситуацией, как, например, сейчас идёт скидка, и со скидкой будет очень приятно. Плюс ещё промокод Nanomuza вам всегда эту скидочку увеличит. Так что, друзья, имейте в виду. Так, ну а тем временем, я пока болтаю, я прям честно скажу, очень рассредотачиваю с точки зрения внимания. А на самом-то деле, что мне надо? Тут убрала на тёчек, на стеночке. Здесь подобрала боковую параллель, чтобы она у меня чётко, да, выстроилась. И всё здесь чётко мне создала. Напомню ещё раз, да, что сложность и неприятность, так сказать, этих ногтей состоит в том, что эти ногти вверх растущие. И, конечно, их надо очень компенсировать архитектурой, специфической постановкой верхней формы, чтобы в целом просто вам было потом очень приятно, так сказать, смотреть на результат. Ногти, сами по себе, сразу скажу, будут очень носибельные. Мы ещё добавили здесь армирующий волокна, но здесь для них было несколько показаний. Их всегда бывает много в пользу волокон или в пользу того, что здесь можно, так сказать, курить бамбук и волокна не делать. Здесь и трапециевидные верх растущие ногти, очень крошечные ногтевые ложи, на котором просто размещается, ну, по минимуму материала. Поэтому мы здесь делали армирующие волокна. Здесь верхняя форма при постановке мне чуть-чуть молочку добавила больше, чем мне нужно было. Поэтому я сейчас вот так элегантно подбираю при помощи пилки. Мне сейчас моя подруга, моя модель Любимиша сказала, что сегодня очень много нового узнала. Представляете, как здорово. Я сейчас скажу, я дома сегодня не поехала в офис, чтобы мне было комфортно. Там вечно шумят всякие там коллеги. И поэтому у меня будет периодически наша, так сказать, трансляция будет находиться под охраной моей любимой собачки. Поэтому иногда будет Джулия нам тут, конечно, выдавать, будет защищать. Тут тоже чуть-чуть маленький бортик, я его подобрала. Так, и перехожу к опилу большого пальца. Друзья, если есть вопросы, обязательно их пишите. Те, кто смотрит в трансляции, не забывайте, что у нас сейчас до конца недели идет акция, неделя скидок. Есть прям на какие-то позиции очень глубокие скидки, на какие-то позиции менее. А новинки все со скидкой в семь процентах. Семь процентов, но вы всегда можете увеличить сумму скидки, если при заказе на сайте просто ведете промокод NANOMUZA. Так, здесь тоже выставляю боковой параллель. Видите, тут немножко светит волокна. Для нас это не принципиально, потому что я все это уже как раз-таки учла. У меня здесь будет очень активный как раз-таки дизайн, который вот эти все моменты порешает. Так, сейчас я подойду, секундочку. У нас тут интересно. Внимание. Так. Угу, тут наш сотрудник пришел. Дальше. Подбираю с этой стороны. Вывожу четкую боковую параллель. Дальше мы у меня будет очень активный дизайн, который как раз-таки подправит кое-какие моменты. Но тем не менее, вы видели насколько круто, да? То есть ты тратишь минимум времени, у тебя абсолютно готовый результат. Так, если есть еще вопросы, обязательно задавайте. А тем временем я сейчас смотрю. Здесь такой микро-микро бортик. И мы по этой причине в голубой оттенок чуть-чуть добавляли ультражесткой базы, чтобы при опиле объем не дал нам спилить материал. И за счет этого мы как раз-таки сейчас можем подбирать вот этот объем материала и ничего нам не будет. Так, сейчас. Смотрите, друзья, какую систему я придумала организовать. Короче, у меня дико раздражали и бесили огромное количество фольги отрывной, которую я просто не знала, как упаковать. И вот я сейчас буду как раз использовать отрывную фольгу в работу серебряную. И мне пришло в голову, что вот такие как раз коробочки для всяких там бисера и так далее. Вот посмотрите, как круто они могут организовать. Во-первых, все наглядно. На Валбере стоит 3 копейки. И в какой-то момент я психанула и очень много аксессуаров рассобрала, как раз-таки используя вот такие коробочки. Мне сейчас понадобится серебро, поэтому я его достану. Вот. Ну а так, по сути, мы уже практически не доделали. Давай, Олесь. Единственное, так как здесь у меня будет дизайн. Мне сейчас надо будет еще пройтись, пошлифовать все это дело бафиком. И заодно как раз-таки он подберет какие-то неровности, если они могли остаться. Кстати, сейчас чуть-чуть освещение поменялось. Я вижу, что мне вот здесь прям можно подобрать прям чуть-чуть материал. Он здесь будет лишним. Я знаю, кто-то любит все вот эти моменты делать фрезами. На самом деле можно и фрезами. То есть, смотрите, но у меня есть какая-то, знаете, привычка с годами выработалась, что я очень многие моменты очень люблю пощупать пилочкой. То есть, ну, я это называю пощупать пилочкой. Вот. Сразу скажу, ногти будут мега носибельными. Что касается длины, она у меня практически готова, но я все равно оставляю как бы часть длины на пил после топа для того, чтобы у меня была как раз-таки, ну, идеальная торцевая линия. Сейчас я обязательно пройдусь бафиком. Мне нужно подготовить поверхность к тому, чтобы у меня слой, на котором будет дизайн выполняться. У меня появилась адгезия, поэтому мы обязательно шершавим. Причем все равно-то мягкой стороной бафа, не мягкой. Моя задача просто снять глянец. Отсутствие глянца как раз-таки нам даст ту необходимую адгезию, которую мы будем использовать для того, чтобы у меня качественно, так сказать, прилип в следующий слой. Вот так. Кстати, если говорить об ультражестких базах, SCS, это Strong Color System система. Чем она очень удобна сейчас? Во-первых, палитра. У нас уже, господи, 86-85 оттенков, сама в шоке. То есть, ну, не считая того, что есть куча просто огромная разных камуфляжей на вкус и цвет, там и цветники. Эти оттенки имеют поплотнее оттенок. Эти оттенки имеют такой более прозрачный тон. Цвета с шиммером. Также оттенки с разными там, ну, сияшками, крупными, мелкими. Поэтому обязательно присмотритесь к этому продукту. Вы можете их использовать и как для наращивания, так и для укрепления натуральных ногтей. Хотите, пожалуйста, в технике бортики. Прелесть в том, что те, кто работает с классическими гелями, знают, что, ну, допустим, в стандартной толщине, при стандартной длине у нас стандартная толщина, допустим, в той зоне Апекса, в которой, да, мы выполняем укрепление, должна быть не менее полутора миллиметров, иногда и двух. Здесь же за счет того, что эти продукты обладают повышенной жесткостью, даже на очень большую длину, в Апексе у вас вообще может быть всего один миллиметр. Потому что сами по себе вот эти материалы, они очень классно держат себя, арку, и в том числе они очень, так сказать, стрессоустойчивы. То есть, чтобы сломать ноготь, выполненный таким материалом, это прям надо, честно скажу, постараться. Вот за это, конечно, я безумно обожаю материалы современного поколения, и, конечно, они приводят меня просто в восторг. Все побафило, и теперь можно приступить к дизайну. Что касается дизайна, у меня здесь будет использоваться этот. Леся смеется, и сейчас воды надо обрабатывать. Я буду использовать сейчас очень прикольный слайдер-дизайн. На самом деле, вот я вообще просто обожаю рисовать, но тенденция такова, что, во-первых, тебя слайдер очень сильно развращает, потому что у тебя есть возможность очень быстро накидать, да, вот эти готовые образы. Вот, поэтому я сейчас буду использовать слайдер-дизайн. Ну, и в том числе сделаем прикольную, с вами такую симпатичную композицию. Единственное, я сейчас смеюсь со своей моделью, я забыла взять воду для слайдера. Ну, а пока покажу, какой слайдер у нас пойдет в ход. Девчонки, слайдер-маркет, вот, те слайдеры, они просто спрашивали как-то. Видите, мы, причем, вторую руку вне парового эфира еще будем делать мятную, а сейчас голубую. Видите, как здорово, здесь можно как раз-таки в разных оттенках и бабочки, и другие элементы использовать. Так, я сейчас прям на полсекунды, я возьму воду. Так, воду я взяла. Так, ну и как раз делаю тут хитрость, воду взяла. Правильно, надо взять кружку воды, чтобы хватило наверняка. Так, Олесь, давай я тебе сразу обезжирю, чтобы у нас все было чистенько. Видите, какие? Ну, класс. Пока болтали, опа, и выросла целая рука. Сразу скажу, когда, конечно, ведешь эфир, это все очень долго, на самом деле, когда ты сосредоточен, и даже если общаешься, там, фоном с клиентом, вот за что мне нравится, конечно, вот эта технология наращивания ногтей на верхних формах, ну, это несравненно быстрее, менее трудозатратно. То есть, да, есть люди, кто и на нижних формах, например, ну, очень быстро работает, но с точки зрения трудозатратности, я не знаю, для меня это просто невероятно крутая и очень ленивая технология, то есть, ну, я просто, я обожаю. То есть, верхние формы, теперь моя любовь навсегда. Так, что я хочу сделать? Я хочу сделать одну хитрость. У меня нет слайдер-дизайнов с геометрическими, как раз таки, линиями, именно серебряных, поэтому я сейчас буду делать себе ее, вот эту геометрию, аккуратно подрезая отрывную фольгу. Сейчас самое главное точно попасть и отрезать такую ровненькую-ровненькую линию. О, ништяк! Отрывная фольга, знаете, это обычная фольга, вот, которую мы переводим на ноготь. Все, видно, вот, получилась вот такая полосочка. Так, по-моему, она даже в два слоя у меня прикольная. Какая-то интересная. Окей. Так, дальше я сразу еще нарежу на вторую руку. Какая у меня интересная фольга. Так, так. Ага, ну ладно, на вторую руку тогда. Потом просто на безымянный палец. Купила фольги недавно, вот такой золото-серебряный. Прям мне не хватало в набор. Такой чистенькой. Вот сейчас вся она у меня идет в ход. Ну и пока, кстати, мы сидели тут, Олей, солнце ушло. И сейчас там на улице опять какая-то серость. Грусть, да? Очень страшно. Все, молодец. Все, короче, вот у меня сейчас есть два вот этих элемента. Они у меня пойдут в работу. Так, для того, чтобы их установить, мне нужна любая подложка. Я, в данном случае, ну, почему бы не использовать базу. Например, база Билд Коттон. Ну, это просто база наподобие базы Файбер, которая работала. Просто она в себе не содержит никаких частичек. Я ее нанесу на палитру. Мне так просто удобнее будет наносить. Ну, и в том числе, так как у меня слайдер-дизайн будет на всех других ногтях, мне, в принципе, нужно будет увлажнить и другие ноготки. Сейчас увлажняю всю поверхность по периметру ногтя. Не жирненько видно, поэтому вот использую сейчас кисть в размере номер 6. Она может мне вот так прям деликатно увлажнить ноготь и не создавать никаких лишних объемов. Так, устанавливаю вот эту полосочку. Говорю, нет у меня прям красивых слайдеров, вот таких геометрических. Из того, что видела, мне совсем не понравилось. Поэтому сейчас вспоминаю опять эти все хитрости, когда можно и вот так. То есть ты можешь сам вырезать все, что тебе надо и прям установить на эластичную базу. Вот такой у нас получается геометричный элемент, геометрический. Сейчас по пропорции тоже, чтобы все удачно было, проверю. Так, и подберу ножницами лишнее. Вот здесь, да. Подбираю. Чем аккуратнее, в общем, тем лучше. Горизонт завален, поэтому мы его сейчас поправим. Так, типа того, а ну или сдающийся с этой позиции, проверю. Пойдет. И вот смотрите, чтобы не тратить час время, я прям фонариком прихвачу. И я хочу, чтобы у меня еще геометрический элемент был на указательном пальце. Поэтому я сейчас беру ту же самую эластичную базу, наношу на весь ноготь, потому что мы тут еще очень активно аппликацию будем делать слайдер-дизайном. Поэтому я сразу увлажняю все. Беру вот этот наш декоративный элемент. Здесь будет такой чуть-чуть потолще. Так, вот, будет идти сбоку. Добавляю вот так. То есть вот такая у нас будет здесь фигурка геометрическая. Так, коллеги, я могла пропустить вопросы какие-то, потому что сейчас была увлечена аппликацией, поэтому, если у вас есть вопросы, я на него еще не ответила, обязательно напишите, для того, чтобы у нас все-все вопросики были сегодня рассмотрены. Проверяю. О, отлично. И отправляю на просушку. Сейчас прихватим буквально секунд 5-7. Для того, чтобы я нечаянно, да, никуда не сдвинула аппликацию. Угу, давай, Лесь. И для того, чтобы установить слайдеры на другие ногти, я их сейчас просто быстренько увлажню тонким слоем, эластичной базой. Мне очень нужна как раз-таки дисперсия этой базы. Поэтому я сейчас ее наношу на все ногти. Вот таким образом. Вот смотрите, это просто синтетическая кисть в размере номер 6. Чем удобно как раз-таки использовать такие кисточки, это скорость нанесения. Я знаю, многие мастера сейчас пробуют жесткие продукты, в том числе и всякие боттл-гели. Попробуйте их использовать кистью не из флакона, а как раз-таки дополнительными кистями. Вообще-то на самом деле, конечно, более комфортно. В лампу фиксируем. Так, теперь самое интересное. Мы сейчас перейдем к нарезке нашей красотищи. Мы будем вырезать голубые элементы и бабочки. И я буду их сейчас располагать на ногтях. Вот это прям, да, красивая бабочка. Она нам нужна с черным контуром. Она будет давать нам такой очень красивый, контрастный, нужный контраст. Поэтому она у нас идет в ход. Следующие. Мне точно понадобятся всякие веточки, потому что они будут мне дополнительно облагораживать некоторые зоны, потому что где-то захочется поаккуратнее сделать под кутикулью. Поэтому сейчас пойдет у нас в ход вот такая веточка. Дальше. Целиком она мне не нужна. Я хочу, чтобы она у меня частично по половинке где-то лежала возле кутикулы. Поэтому я ее сразу вот таким образом обрежу. Дальше. Что мне нужно будет? Вот такая нежная бабочка мне точно понадобится. Ну, тут по соседству цветочек тоже его возьму. То есть сейчас вот все, что голубые элементы, я их сейчас как раз-таки буду вырезать. И они у меня сейчас пойдут в ход. Вот таким образом. Цветок крупноват, поэтому я его сразу разделю для того, чтобы он у меня красиво лежал в композиции. Причем я сделаю очень хитренько. То есть он у меня по половинке будет лежать с одной и с другой стороны на разных ногтях. Так, и дальше. Бабулечка красивая. Мы ее тоже берем. Господи, девчонки, как я люблю дизайн ногтей. Вы не представляете. Я вообще рисовать просто обожаю. Ну, вот как-то, знаете, тренды сошли к тому, что все-таки пока правит миром минимализм, в том числе, допустим, тренд на голые ногти. Это как раз отголосок этого. То есть та хохлама, которая раньше была... Конечно, я сейчас вообще ушла на задний план. Есть специфические, да, вот там корейские тренды, когда каждый ноготь – это прям целое произведение искусства с очень специфической такой своей интересной эстетикой. Но в целом все-таки сейчас миром правит вот этот самый минимализм. Ну, я, конечно, немножко скучаю по тем временам, когда можно было сесть там прям, знаете, как от души порисовать, потому что я очень люблю рисовать. И, в принципе, у меня изначально, раньше блог, он был больше про дизайн. Вот если вам интересно, обязательно полистайте мою запрещенную сеть, инстаграм, отмотайте прямо на прилично, увидите, сколько там было именно про дизайн. Потому что, ну, дизайн – прям моя стезя, я очень его обожаю. Я знаю очень много техник, ну, это в свое время. Для меня как раз-таки, кстати, это было большим конкурентным преимуществом, потому что, ну, мастер, который умеет что-то про дизайн, рисует, он всегда будет больше зарабатывать. Потому что даже если вы там по 200-300 рублей накидываете за дизайн, то это в конечном итоге выливается в такие хорошие солидные суммы, если в конце года считать. Ну, это тоже немаловажный момент. Есть много клиентов, которые все-таки ориентированы на дизайн, им эта тема нравится, им интересно, и они прям с удовольствием задерживаются у таких мастеров. Поэтому маломальски хотя бы что-то, конечно, надо уметь. Вот такой маленький совет. То есть я в свое время как раз очень выстрелила среди своих клиентов и была очень конкурентной. Именно потому что я очень любила дизайн, я его рисовала с удовольствием. И это, конечно, очень нравилось моим клиентам. Так, нам точно нужны будут надписи, потому что, на мой взгляд, они всегда актуальны. «Влюбляй в себя». Как тебе такая «Влюбляй в себя»? Ой, она довольна. Сейчас это, знаете, как заговоренный маникюр у нас опять будет. Не, просто смех смехом, но почему-то у меня эта тема работает. Первый такой заговоренный маникюр появился в моей Томочке. Она очень долго была моей клиенткой, она просто сейчас родила и на время отвалилась. Так вот, ну и как-то в день Святого Валентина чисто поржать, мы что-то там сердечко сделали тогда и решили, что это у нас заговоренный маникюр на любовь. Девчонки, вы не поверите, она потом через неделю буквально встретила своего будущего мужа. У них там такая взаимная, офигенная любовь, и он оказался таким классным. Ну, в итоге, то есть через год после этого заговоренного маникюра, значит, они поженились, а сейчас они еще и родили ребенка. То есть хотите в это верьте, хотите нет, но вот ты у нас, значит, Олесечка, будешься... Давай там влюбляй в себя жизнь. Влюбляй в себя жизнь? Я замуж, у меня все хорошо. Хорошо, будем влюблять в себя жизнь. О, есть слово жизнь. Короче, мы добавим еще слово жизнь. Красиво. Видите, видите, да, вот человек раз и сразу повелся. О, вы умеете тоже продавать клиентам всякие вот эти заманухи, заговоренные дизайны там вот этого. Сейчас модно. Да. Так, все, я сейчас вляпала. А здесь у меня просто водичка. Ну, такая у нас болтавка. А в итоге я сижу болтаю, вы почти вопросы не задаете. Ну, вообще, это ужас. Отвратительно. Коллеги, давайте поактивнее. А не то, мне сейчас надоело с самой собой разговаривать, и я уйду. Ну, вот, ну, и все. Поэтому давайте сами вдвоем болтать, так сказать. Сдавайте мне какие-то вопросики, так нам будет всем интереснее. Так, я сейчас возьму удачный штампик. Штампик, и буду переносить. Так, мне зарядка говорит сейчас, что у меня осталось мало заряда, поэтому я сейчас втыкаю шнур. Так, хихи. Шура Шадан. Хихикает, хихи. Да, давались. Так, ну что, поехали. Так, влюбляй. Подбираем. Так, здесь у меня в себя. Мы его сейчас тоже подберем. Так, давайте. Влюбляй. Так, окей. О, появилась надпись. Ну, красота же, девчонки. Медитируем, говорит. Так, в себя. Блин, не тупо схватила. Олеся, давай в себя. В себя. Ой. Давай. О. Любляй в себя. Давай, ручки не тряситесь. У меня все время руки трясутся. Сейчас я, кстати, ну, не волнуйся, а у меня вообще такая особенность. Она мне так поначалу мешала в работе, а потом норма. Забавно, что у меня брата то же самое. Я не знаю, это как-то называется там в медицине. А потом я прям привыкла к этой теме, а у меня брат в радио, как вот это работает. Ну, в общем, он с паяльником сидит. Блин, вот как-то косово наклеила, Олесь. Извини. Ну, я сейчас еще цветочки добавлю. А так пойдет, вон, ништяк. Вот. Так. И жизнь у нас, знаешь, куда? Жизнь, она у нас будет вот здесь. Вдоль вот этой линии. То есть вот так с легким смещением. Влюбляй в себя жизнь. Ну, что, кайфово же, да? О-о-о, прикольно. Так, теперь буду набирать другие элементы. Я хочу, чтобы у меня были акцентные яркие бабочки. И не яркие. Поэтому сейчас бабулечку вот так размещу. Дальше. Кстати, классный слайдер. Хоть он у меня и повалялся, так нормально. Он очень даже здорово сейчас снимается. Так, чуть-чуть еще пусть помокнет. И снимем его. Так. Что тут народ-то пишет? Давайте посмотрим. Ну, нужно, чтобы перенести такие наклейки, нужна липкость? Да. Я поэтому очень тонко прошлась эластичной базой, чтобы у меня полностью вот эти все... Как раз-таки сейчас осталась липкость, и на ней очень просто будет переносить. Все, погнали. Итак, здесь у меня будет крупная бабочка. Вот так я ее сейчас усажу. Опа, красота. Смотрю, сейчас слайдер выходит сюда. Я его аккуратно подберу ножничками. Все, есть. Дальше. Да, какая милота уже, Олесь, вообще. Ты прям будешь у меня... Самая прекрасная у меня будешь вообще. Самая прекрасивая. Вторая бабочка у меня там, здесь. Олесь еще две дочки. Они каждый раз таким интересом у нее все эти маникюры рассматривают. В общем, она у них дома домашняя звезда маникюров. Я только дома, в метро здесь. Да, она не привлекает. Да, она не привлекает. Да, она не привлекает. Так, теперь я хочу еще, чтобы у меня появились персиковые акценты цветочные кое-где. Поэтому я их сейчас сюда набираю. Так, рано, прям спешу. А, на большой палец. Вот это у меня бабочка задумана. Давай, Олесь. Поэтому я их сейчас вот сюда добавлю. Ну, короче, у нас начинается сейчас всякое разное. Жуля там что-то недовольна. Наша, да, говорю, трансляция находится под, так сказать, присмотром моей собаки любимой. Здравствуйте. Ногти в какой? Что в какой? Техники сделаны. Это наращивание на верхних формах. Ну, по сути, укрепление с удлинением длины. Потому что я вообще полностью оставила свободный край натурального ногтя. Просто мы хитреньким образом сделали так, чтобы нам свободный край вообще не мешал, а только помогал. Все это есть. Я очень надеюсь, что Инстаграм нам позволит сохранить прямой эфир. И можно будет потом его пересмотреть, как все это делалось. Сейчас мы, в общем, занимаемся аппликацией. Просто добавляем кое-где всякие вот эти акцентики. И мне очень понравилось сочетание персикового с голубым. Поэтому сейчас будут вот такие акценты кое-где расставляться. Так, дальше. Сейчас чуть-чуть еще подвину. По дисперсии можно вот так немножечко двигать наклеечки. Жуля, зараза такая. Ну, а кошечко нас защищает. Вдруг там какая-нибудь чужая тварь ходит. Жуля очень длительная собачка. Да, это вот. Верхнюю форму утащит. Да. Кто-нибудь какой-нибудь чужой придет и как заберет что-нибудь. Так, ну-ка давай. Отлипай цветочек. Не хочет. Сланец такой. Ну ладно, сейчас подождем. Так, какие у нас еще вопросы? Надеюсь, останется. Я только зашла на эфир. Ага, да, я тоже надеюсь, потому что тут столько удобно. Ваши ультражесткие базы есть в баночках без кисти? Есть. Все ходовые цвета камуфляжей, они все идут в больших объемах. Вот. Так что, друзья, 30 миллилитров очень удобно. Может быть, даже мы потом расширим линейку по цветам. Ну, в данном случае, знаете, будет определяющим спрос. Если есть спрос, да, на большие объемы в других цветах, то мы, конечно, с удовольствием прислушаемся и сделаем. Дальше я хочу разместить еще один цветочек пышный. О, вот сюда. Он у меня сейчас здесь будет начинать решать одну эстетическую проблему. Добавляем его вот сюда. Так, о, видите, так раз-раз и набирается дизайн. Вроде как мы заодно еще и поболтали. Так, есть у нас акцентики. Еще один цветочек. Сейчас подберу вот этот голубой. Ой, я бы вот хотела вот сюда, на вот этот гардиентик. Сразу скажу, девчонки, кто только присоединился, и мальчишки. Потому что есть мальчишки. Это ультра-жесткие базы от Nano Professional. Они прекрасно подходят для наращивания. Ну, грубо говоря, вы их используете, рассматриваете именно как гель. То есть они очень жесткие, шикарно моделируются. Их можно класть в более тонкий слой. Потому что они жестче геля в два раза. То есть сейчас современные продукты, с точки зрения их, конечно, вот этой невероятной носибельности, жесткости, как раз-таки скульптурным свойством. Ну, это прям вообще класс. То есть мне безумно нравится работать с современными продуктами. Так, а тем временем я ищу сейчас вот такой цветок. Потому что мне надо будет еще акценты расставить на как раз-таки больших пальцах. И мне очень нравится, как сочетается все-таки персиковая вот эта вся кораллово-персиковая палитра с голубым цветом. Поэтому пришло в голову сегодня поработать как раз вот этой палитрой. Разделяю сразу цветок, потому что один кусочек можно туда добавить, другой кусочек куда-то в другое место добавить. И за счет этого получается очень удобно. Так, сейчас подбираю. Мне еще чуть-чуть нужны такие мелкие цветочки. Вот. Мелкие цветочки, чтобы ими дооформить какие-то моменты. Я хочу, чтобы кое-где сейчас вот эти мелкие цветы были в подкутикулях. Сейчас у меня поступил вопрос по курсу по верхним формам. Коллеги, только не ржите. Я точно не помню, по чем мне стоит курс вот этот. Потому что я все про вот это технологии, искусство. А у меня есть команда, которая как раз занимается обслуживанием курса, продажами. По-моему, там без поддержки курс стоит что-то там. 5,5 тысяч, что ли. Ну и дальше там с поддержкой куратора и моей подороже. Переходите просто в активную ссылку в описании моего профиля. Там как раз-таки вся эта информация есть. То есть там можно посмотреть про тарифы. Еще, друзья, там, кстати, последние дни остались до повышения цен. Поэтому те, кто заинтересован, сейчас можно просто с хорошей скидкой приобрести. Дальше, конечно, цены уже прилично вырастут, по-моему, процентов на 25-30. Так что, девчонки, не теряйте время. Блин, ну кайфово, да? Посмотрите, какая у нас уже весна. Если нравится, обязательно поставьте реакцию, сердечко. Тогда я буду видеть, что вы где-то там рядом. И все, что происходит, вам интересно. Так, теперь мы будем наполнять сейчас здесь дизайн. На большом пальце. Видно, как мы используем, да? Если у нас здесь волокно, мы берем просто сюда, добавляем какой-то элемент. В данном случае я добавлю вот такой цветочек. Ну и чтобы ему здесь было, этому цветку не скучно. А, кстати, нет даже. Я еще потом кое-что другое добавлю. Посмотрю, может быть, даже здесь. А, вот, девчонки, я вспомнила. И мальчишки. Вот сюда она голубой. У меня поет, вот сюда видно, коралловый как раз так, акцентик. Чуть-чуть нажимаю пальцем и сдвигаю. Тогда по дисперсии он неплохо, вот этот цветочек ползет. Ай, красиво. Ну, красиво вообще. И вот здесь, знаете, чего на этом пальце мне не хватает? Либо. Коралловый. А, кстати, вопрос. А в июне объемный курс будет сколько дней? Девчонки, там больше месяца обучения будет получаться. То есть в него надо будет прям ввязываться и серьезно учиться. То есть это, знаете, не такое, что ты что-то поделал на отшибись. Не, у меня в этом смысле там и на моем курсе. Мы с учениками сидим на живом курсе в Москве. То есть пока они у меня все не отработают, я с них не слезу. У меня просто такой подход. Поэтому там большой курс. У меня просто столько уже наработок, хитростей. И чтобы все это нам отработать по типу ногтей. Поэтому там, да, больше месяца обучения у нас получается. Поэтому так долго снимаю сам основной курс. И мы маленький курс запустили, чтобы просто отработать какие-то моменты. Так. Здесь еще сейчас кое-что добавлю. Ну вот прям вижу. Хочется маленький коралловый акцент. О, давай, подбирайся. Маленький коралловый акцент. То есть, ну вот так сидишь себе. Акцент. Видите, у меня технически будет решать здесь проблему выпалшего волокна. Во, получилась персиковая нотка. Шикарно. Так, так, так. О. И остается вот прям здесь прям какую-то маленькую мелочевку добавить. Ну-ка, давайте посмотрим, да, что прям сюда хочется. Вот прям хочется. Ну, такое прям, да, вот так чуть-чуть. Прям не испортить. О, кстати, мне вот это вот нравится. Я, наверное, вот такую веточку добавлю. В ней есть как раз чуть-чуть темного синего контрастного. Но он такой, знаете, не кричащий синий. А прям то, что надо. Он просто такой темный акцентный. Вот мы его добавим. Так. Сейчас он у нас промокнет. И добавим сюда. Ну, а тем временем у нас получился уже такой милый дизайн. Конечно, я потом сфоткаю по-человечески, покажу поближе всю эту работу. Ну, сам процесс как раз-таки, блин, только бы нам, да, инстаграм не нарушил ничего. И получилось сохранить эфир. Так, так, так. О, вот так сейчас отпечатаю. Чтобы у меня отсюда шел. До сюда. Вот этот рядочек цветочек. Безжалостным образом сейчас даже перчатка здесь лишнее выковырила. И мы так аккуратно прижимаем. Все, красота. Шикарно. Так, смотрите, такой момент, что вот при нанесении топа у меня не поползли какие-то части. Я сейчас прям, ну, еле-еле прихвачу вот этой же эластичной базой билдкоттон все вот эти элементы. Давай. Просто так, я говорю, удобнее потом топ наносить. И у нас не полезут какие-то пленочки, неровности. Поэтому я сейчас вот это все дело прихватываю. Здесь какие-то неровности. Ну, прям с условием, с точки зрения моего опыта скажу, что все-таки очень удобно с легонца проходить. При этом, поэтому я сейчас использую такую большую плоскую кисть. Она, во-первых, это очень быстро делает. Вот. Во-вторых, ей можно прям очень тонко нанести, чтобы у нас не было излишков от этих материалов. Пробегаемся, пробегаемся. Здесь мы сделали, Элесь, прихватит. Сейчас прям секунд пять. И еще. Если прям, знаете, вот здесь тезудит этот перфекционизм. Сейчас на этом этапе можно как раз перед покрытием топа еще те места, ну-ка, Лид, давай. Те места, где у нас, допустим, хочется голубенького давать. Вот сейчас на этом этапе как раз-таки можно включить вот этот перфекционизм и что-то где-то домазать. Я также использую вот эту круглую кисточку из колонка. И еще сверху я буду кое-где давать легкие-легкие рельефные цветочки. Поэтому кое-какие моменты еще мне немножечко исправить цветы. Так, проверяю, проверяю норм. Здесь проверяю тоже норм. Отлично. Листочка сейчас не шевелись. Я прям тут сейчас. Вот тут еще поддобавим. Ну, вы знаете, как могло. Что-то приопили, да. Где-то материал при выкладке мог чуть-чуть дать прозрачность. Вот сейчас на этом этапе мы как раз-таки можем решить все эти проблемы. И, в принципе, нам останется только покрыть топом и придать форму свободному краю и выпилить изнанку. Ну, пилить там сами видели нечего при условии, когда ты оставляешь свободный край. Натеков не формируется. И за счет этого вы можете очень серьезно сокращать время. Плюс наличие свободного края у ногтя – это всегда плюс ток носибельности. То есть свободный край, он очень неплохо повышает носибельность ногтя. Поэтому не забывайте про эту особенность. И прежде чем там, да, снять длину, насмотревшись какой-нибудь мастер-класс, вы прям много раз подумаете, а точно ли вам нужно сейчас это делать. Сушим. Здесь сейчас сушим прям хорошо, не менее 30 секунд. И можно будет покрыть топом. Коллеги, я надеюсь, что вам прямой эфир был полезен. Как только я закончу работу, я сейчас готовый результат выложу в запретограмм, чтобы вы могли посмотреть поподробнее. И если вам было полезно, интересно, ваша оплата за это – это ваш лайк, отметка подписаться и позитивный комментарий. Потому что мне будет приятно, если вы, так сказать, в свою очередь отблагодарите меня чем-то позитивным. Вот. Получилась вот такая работа. Ну, тут вообще фигня осталась. Изнанку пили тут особо вообще. Нечего пройдусь. Просто не хочу затягивать прямой эфир. С вами была Лариса Ильина. Скажите, а на курсе онлайн, верхние формы, как происходят отработки? Все очень просто. На самом деле, когда вы присылаете видео с отработкой исходника, мне, кстати, очень хорошо видно. У нас же есть уже существующий курс Тупмастер. Он идет в рамках Академии маникюра Nanoprofessional, компании Nanoprof. И мы смотрим с определенных ракурсов готовую работу. В том числе, те моменты, которые мне нужно у вас повнимательнее посмотреть. Вы просто снимаете видео. Я смотрю, что вы делаете так, а что не так. Вот так. И на VIP-тарихах всегда есть такая обратная связь, когда мы можем выйти в... Друзья, я надеюсь, что ответила на все вопросы. Отличного вам рабочего дня. Не забывайте, что у нас идет неделя скидок. И до скорых встреч. Пока-пока.